Итак, всем привет, дамы и господа, добрейший денечек, с вами Криптофтеф и сегодня у нас обзор рынка Криптовалют по сравнению новости за 24 часа прогнозы по биткоину, ну и небольшой, небольшой, небольшой пиар веб-группы. Дело в том, что с завтрашнего дня, 24.12.2018 подписочка уже будет стоить 250 долларов в силу того, что прогнозы сбываются. Вот вчера писал, собственно, что будет у нас поход со 110 до 130 долларов по эфириуму и сейчас мы видим, что эфириум уже, кстати, перевалил 130 долларов и стоит больше. Что будет дальше, вы можете узнать у меня лично в вип-канале, телеграм, покуда сегодня у нас еще я добренький и цены будут 199 долларов за подписку на вип-канал. Хочу напомнить, что подписка пожизненная, поэтому решать исключительно вам и исключительно вы творец своего счастья. Ну, то есть, можете ожидать, но действительно сидеть в тизере, то есть, когда там упадет биткоин, не зарабатывать, я вам не запрещаю этого делать. Что касается рынка криптовалют, сейчас мы видим, что к доллару и к биткоину одинаковая сейчас ситуация по альтам. И в большинстве своем мы даже видим, что такая криптовалюта, как Waves, она очень даже возвращается неплохо на райончик 4 доллара. Мы сейчас можем наблюдать на то, что на рынке все еще позитивное настроение. Вчера я, собственно, выпускал с утра видеоролик про то, что киты ставят на рост. И сегодня мы видим такое некое продолжение роста. Но радоваться не нужно. Нужно учесть один тот факт, что все такие нюансы, которые могут быть по отдельным альтам, вы можете найти в вип-группе. А вот что касается биткоина самого, сейчас я думаю, что нам необходимо, конечно же, ожидать, собственно, проторговку биткоина выше тех уровней, которые заданы здесь. Я считаю, что вот этот уровень 4100 является ключевым, хотя тут у нас уже Days Range был 4200 долларов, практически доходил биткоин, свой максимум стоил на бирже BitFenix. Поэтому я считаю, что пока что у нас позитивные движения по рынку, объем их, конечно же, отсутствует. Ситуация немного плачевная, но, однако, мы видим, что шортистов, кстати, поприбавилось, особенно на утро. Сегодня 23 декабря. Что касается, значит, других новостей, то, что NANO заявили о том, что они лучше, чем XRP, и они быстрее XRP токена в 3 раза. Также нужно отметить, что у NANO практически отсутствуют комиссии. И NANO это криптовалюта, которая любимая, кстати, криптовалюта Чарли. NANO это криптовалюта также, которая давала X. И NANO, в принципе, криптовалюта, которая еще может даже и стрельнуть. То есть мы сейчас видим, что, да, по инерции рынок показывает некий рост, но NANO также неплохо растет и уже прибавила 8% практически за 24 часа. Но также нужно заявить, что если вы рассматриваете криптовалюту NANO, имейте в виду, что Чарли, позитивный разработчик Litecoin, отзывается об этой криптовалюте. Это единственная криптовалюта, кстати, и одна из трех криптовалют, которую держит Чарли. Поэтому, если вы думаете в долгосрок, в принципе, NANO как вариант может даже и годиться. Что касается, значит, других новостей, то, что Тим Дрейпер заявил о том, что сейчас вы уже можете оплачивать непосредственно биткоином для покупки в Starbucks кофе или в Tesla, значит, автомобиле Tesla, да, покупать с помощью биткоина. И здесь говорится о том, что процессор оплаты биткоина в OpenNote успешно завершил начальный раунд, собрав 1 миллион долларов финансирования. Ну и это позволит непосредственно делать некую оплату, конечно же, в биткоинах. И таким образом вы сможете покупать Tesla, Lambo, ну, возможно, Lambo уже потом, да, как биткоин подрастет на 100 тысяч долларов, да. Но, тем не менее, можно позитивно, значит, отзываться о том, что действительно сейчас биткоин держит в сторону в 2019 году в сторону принятия, в сторону одобрения. И в сторону, конечно же, принятия со стороны других сервисов, как способ, в принципе, также оплаты, а не только спекулятивный какой-то инструмент или его составляющая. Что касается запуска биржи БАКТ, она, опять-таки, может быть отложена на неопределенный срок. И напомню вам, что дедлайн у нас стоит на 24 января 2019 года. И здесь, опять-таки, заявили о том, что БАКТ может быть перенесена. И таким образом, опять-таки, рынок криптовалют ожидает новое дно в связи с переносом. Но что самое интересное, что в прошлом году, чтобы вырасти до значения 800 миллиардов долларов, набрать капитализацию, не нужно было никаких БАКТ, ETF и так далее. То есть тут говорится о том, что идет полная спекуляция. И, кстати, очень интересная конспирология в тот же момент. Кстати, самое худшее, что мы можем ожидать, это очередная задержка всего на несколько дней. И БАКТ может все же выйти где-то близко к стартовым дням февраля 2019 года. Но, опять-таки, это очень интересно, где вот заявляются такие, собственно, слова о том, что всего лишь на несколько дней. Нет, на самом деле БАКТ может и на месяцев несколько быть перенесена. Но с точки зрения того, чтобы мы смотрели на то, что здесь идет некая конспирология, что Том Ли уже отказался от своих прогнозов, которые он все время давал и предсказывал биткоину бычьей ралли. Здесь можно ожидать конспирологию, что когда говорят, значит, СМИ о том, что БАКТ опять-таки будут отложены, то, скорее всего, они будут приняты. Вот в чем прикол, потому что мы видим, как много очень проектов также запланировано на первое полгодие 2019 года. И также я бы хотел выделить какие-то события по монетам. Да, Hard Fork Ethereum на январь 2019 года, который все время переносился и так далее. Поэтому я считаю, что рост будет тогда, когда толпа думает, что мы пойдем вниз. А именно вот сейчас, что самое интересное, толпа думает, что мы пойдем на 2000-3000 долларов. То есть с точки зрения того, чтобы развести толпу, ну действительно расти криптовалютам от, например, значения 3200 по биткоину. И резко вот так вот без флета, без каких-либо накоплений сделать разворот практически нереально. Ну за историю биткоина криптовалют этого не было. То есть должны произойти некие накопления, которые будут длиться, ну возможно даже 3 месяца, 6 месяцев. Поэтому я считаю, что либо здесь развели тупо толпу, которая вот здесь все это скинула дело. И причем это очень плохо для тех людей, кто почти уже сорвался и почти, ну уже продал свой биткоин. И с точки зрения того, что мы должны пойти наверх, это не совсем рационально. Почему? Потому что локальный рост еще можно ожидать. Но с точки зрения того, что уже полностью совершился разворот, такого, к сожалению, нет. Поэтому я считаю, что все это, конечно же, делается искусственно. То есть покуда дают зарабатывать, нужно зарабатывать. Кстати, ссылочка на веб-группу в описании. Но тем не менее, я считаю, что к развороту мы еще, конечно же, не дошли. Ну что касается статей «Смерть эфириум и закат публичных блокчейнов». В декабре 2022-2018 года я считаю, что такую статью выпускать некорректно. Ее было бы, ну, менее, более корректно выпускать в сентябре-октябре 2018 года, когда эфириум стоил каких-никаких денег и не провалился в минус x3. Потому что до этого я выпускал видеоролик в октябре 2011-го. Кстати, многие меня не поддержали. Сладкие, значит, представления об эфириуме не дали расстаться с ним. А вот когда эфириум уже достиг там 80 долларов за монету, у всех, конечно же, очки розовые обвалились. А я ведь предупреждал, и видеоролик еще выходил 11 октября. Я уже не говорю про видеоролик, который я выпускал по биткоину по 3000 в начале лета этого года. Поэтому я считаю, что сейчас не имеет смысла читать такие статьи. Ему умер ли эфириум? Почему? Потому что все это разводняк, чистой воды. Я считаю, что как-никак, конечно, эфириум сейчас, на данный момент, он очень в плохом состоянии. Ему еще раз говорю, что нужны решения проблем с масштабируемостью. И когда они будут решены, а именно это 2019 год, тогда мы можем увидеть как раз и восход этой монеты. Ну а с вами был Криптовтеев. Всем удачи, всем пока. Подписочка на VIP-канал будет в описании, ну и в комментариях под видеороликом. Всем удачи, не засоряйте комментарии и не бомбите. И зарабатывайте.